Жара не уходит. Как сохранить здоровье и холодный рассудок в плюс 35? Алтайский край получит 274 миллиона рублей на покупку средств реабилитации для людей с ограничениями здоровья. Такое заявление в Барнауле сделал министр труда России. Возрождение ждет еще один Барнаульский парк, с чего начнется благоустройство парка имени Ленина. Аномальная жара не планирует в ближайшие пару дней покидать Алтайский край. Сегодня и до 15 июля столбики термометра будут приближаться к отметке в 40 градусов. Завтра обещают до 36 градусов тепла. В Министерстве здравоохранения региона напомнили, что в такую погоду нельзя долго находиться на солнце. Это чревато не только солнечными ожогами и ударами, но и потерей сознания. Если вы чувствуете ухудшение состояния, повышается пульс или температура, кожа краснеет, появляется головная боль или головокружение – это свидетельство теплового удара. Медики советуют находиться на палящем солнце не больше двух часов взрослым и часа детям, при этом надевать головной убор и пить много воды. В такую погоду стоит отказаться и от физических нагрузок. Продолжим. До конца лета Алтайский край получит 274 миллиона рублей с федерального бюджета на приобретение средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Речь идет о широкой линейке продукции – от памперсов до протезов. Эта сумма закроет все потребности региона. Такое заявление сделал министр труда России Антон Котяков во время рабочего визита в Барнаул. Какие объекты посетил глава федерального ведомства, расскажем далее. Промышленная сфера России испытывает дефицит рабочих профессий. Так называемые «синие воротнички» – едва ли не штучный товар. Спрос высок и точно выше предложений на рынке. Ситуацию трезво оценивают не только власти, но и сами предприятия. И меняют условия для привлечения молодых специалистов. Барнаулская федеральная завод предоставляет компенсации по аренде жилого помещения, а также по компенсации ипотечного кредита. Тем самым побуждают молодых специалистов в других городах приезжать сюда и устраиваться на работу. Также немаловажным фактом является то, что молодых специалистов берут без стажа. Себенэркомаш – яркий пример сотрудничества производства с вузами. Эту практику положительно оценила министр труда России Антон Котяков, который посетил Алтайский край с рабочим визитом. Так, здесь действует система повышения квалификации и подготовки кадров, что отражается на зарплатах сотрудников. Например, на Себенэркомаши средняя зарплата 74 тысячи рублей, на БМК – 70, на Барнаултрансмаши – до 100 тысяч. Эти компании занимаются переподготовкой кадров, поэтому охотно нанимают даже людей без опыта. Основные профессии, которые востребованы в профессии основных работников – это сварщики-котельщики, токари, строковщики, машинисты-кораномы. Министр труда подчеркнул, что предприятие может пойти еще дальше и участвовать в самом обучении будущих специалистов в вузах и СУЗах. Активные заводистые предприятия со студентами еще на этапе, когда мы проходим преддипломную практику, вы даже будете, вы должны привлечены формирование самого образовательного процесса, самого образовательного процесса, с тем, чтобы уже под вас, под конкретный запрос, под конкретный документ, подготовить специалисты. Власти должны рассказать жителям о возможности переквалифицироваться, чтобы устроиться на востребованную должность. Такую задачу правительству края и работодателям обозначил Виктор Томенко во время визита министра труда. Программ переобучения в регионе достаточно. Весомую помощь в такой ситуации оказывает кадровый центр работы России, который претерпел существенную модернизацию – от ремонта и обустройства кабинетов до самого подхода к процессу. Наши клиенты выводили. Ну согласитесь, если раньше у нас были только пенсионеры, а на сегодня, например, по единому пособию – это активные очень граждане. И им проще позвонить, нежели приходить к нам в клиентскую службу. 3-722, ну сейчас вот уже принято, это Алтайский край, но до 8 еще применение. Сейчас в Алтайском крае действуют два пилотных проекта, направленных на кадры – в Барнауле и Тальменском районе. На это выделено почти 85 миллионов рублей. За год специалисты помогли с трудоустройством 8,5 тысячам человек. Около 2,5 тысяч жителей получили временную занятость. Кадровый центр работ России – это не просто место, где помогают подобрать работу, это место, где помогают разобраться с какими-то специалистами, подготовленные, обученные в комфортных условиях, помогают разобраться с какими-то жизненными ситуациями, помогают подобрать и систему, возможно, переподготовки, переобучения, значит, выстроить свою карьерную линию. По словам сотрудников, подход современного кадрового центра в целом меняет сознание. Также в рамках рабочего визита министр труда посетил объекты социальной сферы. В Барнаульском филиале московского протезно-ортопедического предприятия остался доволен качеством продукции и процессом ее изготовления и пообещал, что до конца лета Алтайский край получит 274 миллиона рублей. Эти деньги полностью закроют потребности региона в средствах реабилитации. Анастасия Дороган, День с толком. К первому сентября в Павловском районе края планируется внести глобальные изменения во внешний облик и внутреннее пространство двух школ. Уровень их инфраструктуры в некоторых моментах даже превысит городской. Так какие изменения планируются, узнавал Данил Кузнецов. В Павловском районе в полную силу готовятся к новому учебному году. В первой школе села Комсомольское с 1 сентября для школьников планируют создать специальное пространство для углубленного изучения технических, естественных и гуманитарных наук под названием «Точка роста». «Точка роста» – это образовательный центр научно-естественной и технологической направленности, которая будет открываться в этом году. Для этого мы выделили отдельный и отремонтировали кабинет. Плюс еще параллельно у нас будут задействованы два учебных кабинета. Это кабинет физики и кабинет биологии и химии. Строители уже завершили основную часть работы внутри кабинетов. Остается дождаться оборудования и смонтировать его. Вскоре учебное пространство будет выглядеть примерно так. Это кадры Ремзаводской школы, где «Точку роста» организовали в прошлом году. Современные микроскопы, ноутбуки, комплекты приборов для физики – все это поможет детям более углубленно изучать науки. Например, робототехнику. Посодействуют в этом 9 педагогов, прошедшие программу переквалификации. Для начала дети научатся правилам, которые они должны следовать, как правильно пользоваться роботами, научатся самым простым языкам программирования, чтобы в дальнейшем дети смогли пойти на такие специальности, как программирование в высших учебных заведениях. Однако такой ремонт лишь капля в море по сравнению со школой станции «Арбузовка». Здесь он действительно капитальный. В этом году учебное заведение празднует 70-летие. Это важный объект, ведь школу посещает 1,6 всего населенного пункта – более 100 человек. Учебное заведение уже сейчас главная достопримечательность станции, благодаря современному дизайну, который придумали общими усилиями. Родителям было предложено посмотреть и выборить цвета. То есть кабинеты. Классные руководители собирали родителей и выбирали цвета. И сами, как педагоги, мы тоже участвовали в запланировании цветов, как мы хотим видеть данный кабинет. На такой масштабный ремонт из разных бюджетов было выделено 70 миллионов рублей. Длится он с весны, поэтому доучиваться детям приходилось в кабинетах другого административного здания. Однако потерпеть неудобства ради результата стоило, считают учащиеся. По сравнению со старой школой здесь стало очень уютно. И я думаю, что в новом учебном году нам будет как-то удобнее учиться, комфортнее, интереснее. А также вот мы уже придем в новую школу и вот уже увидят это все. Ждать остается недолго. По договору сдать объект планируют ближе к сентябрю. Однако, возможно, ремонт закончится в конце июля – начале августа. Подрядчик уверяет – работы выполнены на 90%. Например, крыша уже полностью утеплена. Здесь также стопроцентная замена системы электроснабжения, отопления, включая вода в котельную, отдельные участки по системе отопления спортивного зала и корпуса пристроя. Осталось доделать электричество, столовую и остальные мелочи по типу перил на лестницах. Ради такого радостного события в школе даже перенесли встречи выпускников на вторую половину года. Всего с 2018 года в регионе благодаря нацпроекту образования и инициативам по усовершенствованию системы образования Алтайского края было отремонтировано 444 школы. Данил Кузнецов. День с толком. Лучший эндокринолог работает в Барнауле. Это стало известно по результатам всероссийского конкурса врачей. Алла Вигель, заведующая эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы, одержала победу в номинации «Лучший эндокринолог», опередив коллег из Волгоградской и Тюменской областей. О специфике своей непростой работы она рассказала и нашей съемочной группе. Низкие сахара бывают? Да, вчера у меня был низкий. А как часто они бывают? Собрать анамнез и уделить внимание каждому пациенту – так проходит рабочий день эндокринолога Аллы Вигель. 90% поступающих в отделение – диабетики со сложным и хроническим заболеванием. А потому, рассказывает врач, ее миссия – помочь человеку не только профессионально, но и психологически. Представьте, что у нас пациент поступает 20-летний ребенок с впервые выявленным диабетом первого типа. Еще вчера у него были, он был активный, у него там были планы какие-то, он ни в чем не видел ограничений. И вдруг мы ему сообщаем, что у тебя сахарный диабет, тебе придется колоть инсулин 5 раз в день, тебе придется колоть пальцы. Конечно, мы должны поддержать этого пациента и мотивировать его, что это не конец, что с этим можно жить, с этим нужно жить. В Краевой клинической больнице лучший эндокринолог работает уже 25 лет. Рассказывает, в медицину шла осознанно, женщина выросла в семье врачей, понимая, что это за работа. Также при медучреждении есть школа сахарного диабета, где Алла Константиновна рассказывает пациентам, как сосуществовать с недугом. В своей конкурсной работе врач отразила, как еще можно улучшить эндокринологическую службу в стране и в крае. Например, развивать межрайонные центры, где будет больше специалистов ее профиля, а также привлекать молодые кадры через систему наставничества. Чтобы молодые доктора-ординаторы обязательно проходили практику именно в отделениях эндокринологии, именно с реальными пациентами, под наставничеством врачей, опытных врачей, эндокринологов, в том числе в нашем отделении. Из-под профессионального крыла Аллы Константиновны также вышло немало врачей, которые сейчас являются частью дружного рабочего коллектива. Раньше я проходила здесь ординатуру в течение двух лет, и Алла Константиновна была моим наставником. Мы с ней вместе вели в палаты, обсуждали пациентов, она меня учила, дала мне знания, очень много, чему я очень благодарна. В первую очередь она человек, и уже потом врач. То есть она всегда на стороне пациента и выслушивает его, и всегда помнит про то, что каждый пациент говорил. Напомним, всероссийский конкурс врачей проходит ежегодно. Его цель – поддержать лучших представителей своей специализации. Так, Алтайский край отличился и в другой номинации – лучший участковый терапевт. Им оказалась Наталья Скворцова из Барнаульской поликлиники номер 9. Мария Мацев, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле разработают проект по благоустройству парка имени Ленина в индустриальном районе. Территория стала победителем общественного голосования. Более 11 тысяч горожан отдали свой голос именно в пользу восстановления этого парка. Какие задачи предстоит выполнить об этапах проекта и кто будет принимать участие в процессе, обсудили на совещании в администрации Барнаула. Территория краевой столицы с каждым годом преображается. Изумрудный, Центральный, Юбилейный. Парки города меняются на глазах. В следующем году планируют восстановить бывший парк культуры и отдыха имени Ленина. Благоустройство будет выполнено по нацпроекту «Жилье и городская среда». Облагородить эту зеленую зону предложили сами жители города. План работ обсудили на совещании главы города. Мы очень рады, что у нас начался диалог с жителями, потому что вот это взаимодействие, общение в том числе на таких собраниях, это и мы знаем, что думает власть. И они понимают, что мы хотим. Первоочередная задача – сформировать четкие границы земельного участка, создать рабочую группу, затем разработать проект. Причем при взаимодействии с жителями. В ближайшее время проведут опрос горожан, какой же они хотят видеть обновленную зеленую зону. Проголосовать можно будет как онлайн, так и лично, с помощью волонтеров. Далее подключатся квалифицированные специалисты. Необходимо с экспертным сообществом определить возможность исполнения тех мероприятий, которые определили жители. Это дендрологи, безусловно, это геологи, безусловно, это, наверное, историки, которые могут дать оценку исторической части формирования парка, как он формировался и так далее. И следующий этап – это разработка проектно-сменной документации. Здесь уже по принятым решениям инженеры исполняют техническую часть. Разработать эскизный проект благоустройства зеленой зоны и проектно-сменную документацию планируют до конца 2023 года. Юлия Щепина, День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok